приветствую гостей и подписчиков нашего канала вот показываю вам строение которое мы делаем это у нас навес будет для забоя птицы здесь забойная стойка будет под ним стоять в осенне-весенне-зимний период и там вот чуть дальше это строение для щипа для щипа ошпаривания опаливания птицы подготавливаем столбы для навеса значит вот такие у нас оцинкованные столбики имеются в наличии с одной стороны мы привариваем к ним сразу уголок для крепления под стропильной балки таким образом и с другой стороны я привариваю такой подпятник металлический чтобы столб не был полом потому как не будем бетонировать а просто будем будьте щебенкой и чтобы он не уходил землю нужно какой-то ограничитель нам сюда вот приварить вот эта пластина как раз остаток от уголка вставили мы четыре столба заранее пробуренные отверстия с сотым буром по заранее сделаны разметки соответственно стороны одинаковые диагонали и все такое забутил я их щебенкой эти столбы отверстия я пробурил на метр и забил вот так щебенкой выставив предварительных по уровню соответственно так ну а здесь то же самое здесь вот отбил эти столбы пола по лазерному уровню потом нашел необходимый угол свеса вот по этому столбу кла сюда просто правило наверх и этим какого дальномером с функция угломера я значит выставил здесь 8 градусов уклон крыш и потом вот относительно этого столба выровнял последний четвертый так но сейчас я подкрашу вот эти вот места сварки чтобы они не ржавели и уже когда начну работать с деревяшками приступлю к строительству вот вот этого сооружения где залит фундамент столбчатый и тогда уже буду продолжать делать вот здесь вот крышу и здесь вот я сделал обвязку фундамент уже показывали мы вот эта обвязка будет являться основанием для этого строения значит здесь вот брус получается 150 на 150 лежит плашмя из 100 на 100 брус вот с этой стороны закреплено на шпильке через шайбу с гайкой здесь у нас зарез получается такой выполнен вот такой вот выполнен вот что здесь в принципе я все поставил нужно проверить диагонали диагонали и в принципе можно продолжить строительство дальше 272 с половиной стороны одинаковые так как я пилил абсолютно одинакового размера так что осталось нам только диагонали посмотреть так диагонали у нас сходится тоже 272 с половиной но все значит дальше мы можем с вами поднимать стены делать кровлю и все такое пол в помещении для щипа будет вот такой с щелями для того чтобы расплескиваемая вода могла стекать вниз здесь будет много значит брызгов и вот так вот я стараюсь подстраховать себя чтобы все это быстро не сгнило если вдруг я пойму что воды столько много не расплескивается зимой будет холодно я прям на эти доски положу экструзию и сверху там какую-нибудь фанеру и у меня будет утепленный утепленный уже теплый пол вот значит я прислушался к совету написанному в комментарии к сожалению сейчас на не вспомню кто писал но спасибо большое попробовать решил я праймер битумный вот такой праймер как бы здесь у нас влажность будет да и будет вода попадать на доски и посмотрим как он себя покажет первый раз я использую его обычно вот эти вот вещи если они скрытые и не находятся в зоне эксплуатации я мажу просто маслом отработка или с дешевым каким-то минеральным маслом вот в общем вот так я разложил доски здесь промазаны к концы и торцы все только концы вот эти вот это нижняя часть она будет соприкасаться с этим брусом сейчас я покажу то есть чтобы вот это место сюда если вода затекать будет тоже было под защитой вот эту сторону я не крашу потому что мне не пачкаться я сейчас ее прибиваю прям по месту и уже сверху буду это все намазывать вот единственно что у меня теперь сомнения 12 часов написано сохнет сохнет ли это мастика ну не мастика праймер этот до глянца или будет липнуть все равно ну посмотрим будем надеяться что высохнет первый раз использую доску креплю я вот здесь сделал зазор побольше стартовый для того чтобы у меня здесь еще будет отделка какая-то ну там пускай сантиметр 2 и чтобы меня вот здесь тоже была щелью стены если вода сюда затекает по стене там разбрызгиваться от пиросъемки чтобы она мне тоже протекала не не вот не было такого 10 площадь плотного сочленения стена пол а чтобы оставала щель и если по стене что-то стекает то тоже сюда у стекала вниз за пределы этого помещения вот здесь уже зазор 2 сантиметра между досками вот такой я шаблон использую вставляю к нему это впритык подвигаю доску и прибиваю ну все продолжаем доску вот эту я не строгал к сожалению нету времени совершенно пока погода стараясь все это собрать быстро хотя бы основное потому что забой вот прям нависает завтра послезавтра и нет это делаешь систему под нами уже стропильную систему ты делаешь так все быстро смонтировал стропильную систему но все как обычно тут чего зарезы с помощью свенсона обрешетка все покрашено покрашена дюфой в этот раз у меня была банка остатки это вот дорогая дюфа с воском она конечно лучше чем на водной основе защищает дерево ну было короче я использую в будущем на эту стену закреплю поликарбонат чтобы от забойной стойки брызги не летели на обшивку курятника и возможно ну вот эту сторону еще тоже закреплю поликарбонат чтобы не дуло как говорится спину и возможно сделаю такие кармашки вот здесь до половины вот так вот у меня будет закрыта поликарбонатом если его хватит но это под вопросом еще чтобы остался у меня чисто проход проход вот сюда вот вот в это вот помещение для пересчипальной машины значит смотрите покрыл я этим праймером битумным вчера целый день дождик был и вода не впитывается действительно она скапливается как сказать такими большими каплями до истекает в итоге с этого дерева то есть ну можно сказать что наверное работает этот праймер я уже потом процесс процессе эксплуатации более конкретно буду говорить об этом ну вот на первый взгляд действительно защищает от проникновения влаги в древесину доску я покрыл вот только сверху из боков снизу я оставил не покрытым чтобы давать возможность доскам дышать отводить влагу если вдруг опоры запора за древесины запрет этот материал то вниз он будет дышать тоска сухая она у меня года наверно три-четыре лежала то есть абсолютно не за там у нее какая влажность минимальная в общем поэтому я ее безопаски покрыл вот этим вот изолирующим материалом так продолжаем работы собрали стену прям лежа на полу так но нижняя обвязка верхняя обвязка и пробит про стойка пробита тремя гвоздями ну как стандарт вот дал укосину внахлёст не врезая ничего как бы здесь стена маленькая и так чисто для того чтобы было как говорится нашел такие реки меня валялись там в очередной говнокучи общем использовал их сюда значит они в принципе выполняют одну функцию чтобы утеплитель не вываливался наружу делаем это тоже на месте вот так лежа на стене потому как если мы ее поднимем и уже не сможем ничего туда прибить так как очень маленькое расстояние между курятником и этим сооружением так что мне удобней здесь сразу было бы на месте это все сделать я так и сделал все поднимать собрали вторую стену подняли ее тоже поставили вертикально по уровню проверили вертикальность установки и закрепили вот такими раскосами вот с этой стороны стены я тоже поставил такую временную укосину чтобы диагонали сходились у меня вот в этом квадрате так что у нас так вот можно проконтролировать визуально прямолинейный стен чтобы все у нас было чекпок теперь значит я запилил стропила сейчас мы фиксируем вверх тремя стропилами вот так вот А я думала, ты говоришь, Крою. Вечером с фонариком, можно сказать, вот закрыл эту крышу. Здесь мятые листы некондиционные, которые у меня были, я их подрихтовал, подправил и сюда установил. Зачем покупать, если есть. Конечно, может быть, если приглядываться, не такой он красивый этот лист, но свои функции выполнять будет, как говорится. Так, вот здесь вот получился у нас вот такой навесик. Плохо видно, наверное, с этой стороны. Вот такой навес. Так, и вот это строение, значит, так оно выглядит. Тоже я его накрыл. Тоже все делал из расчета, чтобы два листа сюда легло. И у меня было там еще по полметра два огрызка. Я их вот сюда тоже примастырил. Так что стропилы я сделал здесь немного с выносом, с нормальным 30 сантиметров, чтобы стена не замокала от косого дождя. Дверь вот такая у меня была. Лежала она еще с перестроечных времен. У дяди на даче я ее забрал. Значит, это дверь еще от советских домокомплектов. Такие были дома полностью. Как бы конструктор сделай сам. Там все, начиная от стен и заканчивая вот фурнитурой, дверной, окнами и так далее. Вот от этого комплекта дверь. Нужно ее будет чем-то обшить, чтобы она от дождя не замокала. Она разбухнет, ее придется тут как-то строгать, доделывать. Но главное, что коробка есть. Если что, на крайняк я здесь смастерю другую дверь, сделаю под этот проем. Так, перосъемка заходит. Все, я померил. Вроде бы должно все зайти через эту дверку. Здесь что у нас? Здесь простая конструкция. Вот эту стену я обвязал дюймовкой снизу и сверху. Эти стороны вообще не стал обвязывать. Вот враспорс поставил стойку. Вот такую, посередине. И на этом ограничился. Здесь то же самое. Вот. Углы, значит, я как сделал. Вот к этой стойке набил вот сюда вот эту стойку вот в такой, в таком расположении, чтобы создать просто-напросто вот ширину для утеплителя. Сюда утеплитель заложим. А чтобы было у нас место, куда обшивку прибивать на этой стене, я просто дюймовку вот сюда вот закрепил. И вот получилась такая полочка. Вот. Здесь, значит, я не морочил голову. Вот упирается она, видите, вот в дюймовку, в край обвязочного вот этого дюймовки. Здесь висит в воздухе. Как бы здесь никакой нагрузки, сильное настроение на это не подразумевается. В общем, оно маленькое. И что-то здесь делать как положено я не стал. Вот прям куски, какие у меня были, материал весь использовал. Здесь даже вот можете видеть, что нарощенное, видите, вставыш. Вот. В общем, все, что было, все использовал. Вот такие кусочки сюда прибивал. В общем, все вот такое. Вот здесь, значит, будет окошко. Решил я сделать окошко из поликарбоната, скорее всего. Может быть, из оргстекла у меня есть там куски. Ну, посмотрим, короче. И дверь еще будет у нас с окном. Она была с окном. Вот. Света должно хватать. Я буду, значит, листовым материалом обшивать внутри, скорее всего. И снаружи имитации бруса. Я думаю, что вот такой вот жесткости будет достаточно, когда все это обвяжется имитацией. И каким-то листовым материалом внутри будет нормально. Укосов не стал нигде городить. Вот на той стене только один дал, и все. И то не зарезая, а просто внахлёст прибил. Вот эти рейки, я говорил, они просто будут держать утеплитель, чтобы он не вываливался. Та стена будет без наружной отделки, просто ветрозащита сверху, и все. Здесь вот так вот будет. Не видно, как бы, и все. На этом ограничимся. Все, в общем-то, вот такое сооружение у нас получилось. А, значит, я накосячил тут вот с этим вот материалом, с ветрозащитой. Короче, вот эта ветрозащита, ветрозащита. А этот рулон схватил и даже в запарке торопился, не смотрел. И, короче говоря, пароизоляцию зафигачил сюда наверх. Хотя здесь должна была паропрозрачная мембрана ветрозащитная. Вот. Ну, и ладно. Я сюда просто вложу не паропрозрачный утеплитель, там какую-нибудь экструзию или затяну пенофолом все. Вот. А вату уже заложим тогда в стену. Почему я, значит, хочу утеплиться? Потому что здесь все-таки зимой у нас и больше минус 30 бывает, чтобы у меня здесь вода не замерзала на этом пункте ощипы птицы. Вода будет подаваться из этого бруллерного курятника и перекрываться там, внутри. Сделаем слив, чтобы здесь вода была только на момент забоя птицы. Чтобы она у меня не замерзла нигде. И, соответственно, здесь будет работать газовая плита, шпарчан, и какая-то плюсовая температура будет нагоняться. Мне этого будет достаточно, чтобы здесь дубы не дать и как бы работать комфортно более-менее. Слив в канализацию будет осуществляться вот здесь. Я показывал, по-моему. Вот туда мы будем отводить воду. Вот что у нас получилось на данный момент. Затянули все ветрозащитой, набили контрабрешетку для создания вензазора. Вот этот вот оконный проем прорежем чуть позже. Сейчас оставим в таком виде, чтобы дождь косой туда не заливал. Здесь у нас внутри вот так выглядит все. Оставляем пока в таком виде. Ну вот, друзья, успел я до обещанных дождей. Завтра обещают дожди затяжные. Успел накрыть крышу, затянуть все ветрозащитой. Уже так сильно здесь не намочит. Я спокоен. Дальше будем уже по мере возможностей обшивать снаружи имитации бруса. Ну, кусками имитации бруса. Это остатки от ремонта в доме. Вот, потихонечку. И дальше уже перейдем вовнутрь. Будем утепляться и обшивать все изнутри. Ну, это уже в других роликах. На этом позвольте попрощаться. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте лайки или дизлайки. И не пропускайте рекламу. Вы нас сильно этим поддерживаете. Всего хорошего. Но пасаран.